Мой вопрос был такой. Не когда вы весь снег вывозите или сколько вы снегу? Когда ситуацию можно будет нормализовать. Вопрос, который ставит мэра Рубцовска в тупик. Возможно, для ответа Дмитрию Фильману понадобится помощь зала, звонок другу или 50 на 50. Вы как оцениваете общественное настроение на сегодняшнем городе по поводу того, что происходит со снегом? Ну, 50-50. После январского заседания в правительстве, которое было больше похоже на отчитывание двоечников, губернатор региона решил лично проверить обстановку в самых заснеженных районах. Раннее утро Рубцовск, Виктор Томенко и целый штат его чиновников проходят вокруг дома. Говорит, 90% управляющих компаний города свою работу не выполняют. Ситуация с уборкой снега в Рубцовске критическая. Люди озлоблены и кричат вслед, что лучше бы чиновники сами взяли в руки лопаты, чем ходили такой толпой. Хотя какой-то толк от приезда губернатора все же есть. По словам рубцовчан, ночью перед Виситом Томенко город оперативно расчищали. На уборку снега вывели даже осужденных. Как позже мы убедились, такая картина в каждом районе, который посетил глава региона. Я бы тут не говорил, что волшебный приезд губернатора тут заставил всех все почистить. Хотелось бы передать Виктору Томенко одежу привет и сказать спасибо. Вот вчера здесь нельзя было проехать. О, почистили улицы. Наконец-то к приезду, видать, чиновников. И все же ситуацию в Рубцовске Виктор Томенко не смог назвать даже удовлетворительной. Но если у нас 12 единиц снегово-уборочной техники, что можно ждать? Нет техники, нет солярки, нет рабочих. Этой зимой главные проблемы многих муниципалитетов, в том числе и в Третьяковском районе. Сегодня здесь действует режим ЧС. В больницу людей возят на снегоболотоходе лось. Продукты также доставляет лось. В сельском совете всего лишь один трактор. Они физически не могут прочистить все улицы. Ну я по столу могу показать. Вот, допустим, до середины столба там снег стоит дальше. И у них не прочищено. Не чищено, да. А вот в Локтевском районе самое страшное уже пережили. Накануне здесь сняли режим ЧС. В уборке снега здесь во многом помогли сельхозработники. Порядка 11 единиц своей техники, плюс еще наемная техника. Сразу звонок и мы работаем. А вот сколько будет действовать режим ЧС в Змеиногорском районе неизвестно. За месяц здесь выпал 231 процент от месячной нормы осадков. Непонятно, как люди вообще выходят из своих домов, потому что здесь даже не видно никаких тропинок. Несколько сел в районе до сих пор отрезаны от мира. Одно из таких – Савушка. Чиновники зачем-то демонстративно решают пройтись в сторону села. Дорога закрыта. Она никуда не ведет, но мы почему-то все идем. Идем уже очень долго. Ну, возможно, мы сейчас ее протопчем. После небольшой кардиотренировочки чиновники развернулись и пошли назад. Позже губернатор заглянул в магазин села Барановка, пообщался с волонтерами из Змеиногорска. Во время рабочей поездки по четырем районам никто из краевых чиновников так и не пообщался с простыми жителями, которые удивленно выглядывали из своих домов через высокие сугробы. А как из дома-то вы ходите? Откапываем. Как вот так вот вставало, вот так вот. И ползешь, да и дальше. В конце поездки Виктор Томенко пообещал приобрести современную снегоуборочную технику и оказать дополнительную помощь районам, которые сильно пострадали от снежных штормов. Есть и необходимость решать системные такие, среднесрочные и даже долгосрочные вопросы, потому что жизнь этим зимним сезоном не заканчивается. В этом году погода преподала хороший урок и краевым, и районным властям, которые оказались бессильны перед снежной стихией. Ждет ли нас работа над ошибками, покажет время. Синоптики обещают, что к концу недели регион опять накроет сильный ветер и снег. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком.